Программа «Право выбора» 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 поскольку это обсуждается и в средствах массовой информации, но нам уведомления еще, допустим, не поданы. Сейчас это больше внутрипартийные дела, где партия принимает решение о том, кто идет на выбор, распределяет, кто пойдет по каким одномандатным округам, распределяет, кто в целом пойдет по партийным спискам, в целом по области. Поэтому сейчас, наверное, активной фазой пока назвать нельзя. Давайте мы сейчас назовем конкретную цифру для наших телезрителей, чтобы они понимали, сколько в конечном итоге 9 сентября должно было избрано депутатов законодательного собрания и по партийным спискам, и как одномандатники. В соответствии с уставом Иркутской области он не менялся по сравнению с предыдущими выборами. Так и осталось 45 депутатов, которые составляют законодательное собрание Иркутской области. Из них 22 депутата избираются по одномандатным округам, то есть вся территория Иркутской области разделена примерно в равной пропорции по количеству избирателей на 22 одномандатных территориальных избирательных округа. И 23 депутата в законодательном собрании избираются по партийным спискам. То есть у нас избиратель, когда придет в день голосования 9 сентября на избирательный участок, он получит два бюллетеня. По одному из них он должен будет определиться за конкретное лицо, за которое он голосует, это депутат одномандатник. По второму бюллетеню должен будет проголосовать за какую-то конкретную уже партию. Итак, парламент второго созыва сейчас завершает свою работу. Эти депутаты избирались в состав законодательного собрания 5 лет назад, в 2013 году. Понятно, что за это время, наверное, что-то могло произойти в законодательстве такого уровня. Чем принципиально вот эти выборы в законодательное собрание отличаются от выборов 2013 года? Ну да, законодательство у нас меняется за 5 лет, действительно поменялось много. Но основные, наверное, изменения связаны. Они не такие принципиальные. Когда мы все время говорим о том, что законодательство очень сильно меняется, во-первых, мы все понимаем, что с точки зрения окончательного процесса меняется все не так сильно. Потому что приходит человек, получает бюллетень, заполняет его, опускает в ящик для голосования. Комиссия подсчитывает голоса и, по большому счету, эта процедура как была такой и остается всю жизнь. С точки зрения изменений в законодательстве, ну, изменилось количество подписей. То есть, я напомню, что в 2013 году у нас политические партии не собирали подписи вообще. А кандидатам, баллотирующимся по одномандатным округам, необходимо было собрать 0,5%. С учетом того, что у нас избирательные округа нарезались из расчета порядка 86-87 тысяч избирателей, то 0,5% это было 450-500 подписей. То есть, для того, чтобы зарегистрироваться, можно было собрать около 500 подписей. Именно такое количество, да. То в настоящем, после этого, после 2013 года, законодательство было изменено, причем федеральное законодательство. И вот на выборах в субъектах для депутатов теперь по одномандатным округам собирается 3% от количества избирателей. То есть, соответственно, увеличилось до 2,5-3 тысяч подписей. Это большое количество подписей для сбора по одномандатным округам. Партии не собирали вообще. В настоящий момент принято решение избирательной комиссии Иркутской области, установлено это число. Партии собирают 0,5%. С учетом 1,865,000 избирателей, зарегистрированных на территории Иркутской области, 0,5% это 9494 подписей. Это необходимо для регистрации. То есть, практически 9,5 тысяч подписей должна собрать каждая партия для регистрации. Ну, как показывала практика, как раз вот на этом этапе выборной кампании очень многие кандидаты отсеивались, потому что были достаточно жесткие требования по оформлению всех этих подписей избирателей. Эти жесткие требования остались такими же жесткими или произошли тоже здесь какие-то изменения? Нет. Вот увеличилось количество и буквально с прошлого года у нас изменился подход. Ну, это чисто технический момент, но тем не менее это так называемое отношение к адресу места жительства избирателя. Если раньше подход был очень формальный и достаточно было не указать какие-то данные, там, допустим, самая часто встречающаяся ошибка не указывался субъект, допустим. Область. Да, субъект Российской Федерации, то есть область, там, либо не указывался район, и это было основанием для того, чтобы признавать эту подпись недействительной. То в настоящий момент были внесены изменения, которые говорят о том, что у нас, если понятно, четко совершенно понятно... Ну, например, город Братск, где нужно приписывать Иркутску. То есть, ну, или город Иркутск. Иркутск у нас один в Российской Федерации. Выборы проходят в Иркутской области, поэтому нет необходимости. То, соответственно, вот эти требования были упрощены и не указания на какие-то сведения у нас сейчас в этом плане проще. Это прошло, были опробованы в прошлом году на выборах депутатов Государственной Думы, были судебные, и эта позиция подтвердилась, что в этой части, вот именно в этой части сбор подписей и процессов. Но это все равно очень тяжелый, заформализованный процесс. Проверка их, конечно, осуществляется таким же образом. То есть, нужно убедиться, что это действительно избиратели были, они подавали, что это неподделанные подписи. То есть, для этого и подчерковеды, да, что эти люди есть, что у них есть такие паспорта, что они проживают по этим адресам, поэтому у нас Управление по миграции МВД обязательно проверяет их, есть ли такие люди с точки зрения... Илья Владимирович, ну вот вы говорите, что вроде бы не очень много чего поменялось, но для многих жителей территории на округах в этом году было такое новшество, ну, многие, по крайней мере, восприняли это именно как новшество, когда звучат не просто региональные партийные списки, а региональные территориальные партийные списки. То есть, в каждом округе определяется, или определяется, в данный момент эти имена озвучиваются, тройки так называемого окружного партийного списка. Что это означает, как понимать это избирателю, чтобы не запутаться, что есть партийный список общий, региональный, и что есть окружной? Есть ли здесь разница? Ну, это не изменилось по отношению к 2013 году, именно так законодательством в 2013 году и было, но в целом, да, у нас есть несколько способов выдвижения партиями. У нас в настоящий момент в законодательстве Иркутской области это предусмотрено следующим образом. Партия выдвигает депутатов по общеобластному списку, в котором должно быть не менее 67 человек. Из чего он состоит? Вот у нас 22 одномандатных округа, о которых мы раньше говорили, теперь этим округам соответствуют региональные группы. То есть, каждая партия должна 22 региональные группы выдвинуть в количестве не менее трех в каждой группе, то есть это уже 66 человек. И есть и общеобластная часть, которая состоит от одного до трех кандидатов. Региональная группа может состоять не менее трех и не более пяти. То есть у нас максимальный список может состоять из 113 человек. Региональная группа, в чем здесь интерес с точки зрения партии, что здесь изменилось в законодательстве? То есть, если раньше у нас партия могла выдвигать и такое, если партия могла выдвигать общим списком, соответственно, в зависимости от того, сколько мандатов получает партия, там первые сколько-то человек указаны в этом списке, первые кандидаты получали, и от того, как они работали в территориях, совершенно не зависело, как они получат. Вот их в списке, допустим, было там 50 человек. Партия получила 10 мандатов по общей большей части. Первые 10 человек, ну что там есть, никто не откажется, получали. Теперь это привязано к территориям. То есть есть что-то вроде внутри партийного рейтинга партии. Да, если у нас партия в каком-то районе Иркутской области наберет процент больше по отношению к той же партии по другим территориям и получит определенное количество мандатов, то первым получит тот, который относится к региональной группе, где эта партия набрала наибольшее количество голосов. То есть, фамилии на округах, они имеют реальный шанс войти в этот партийный список для работы в парламенте, если партия себя на округе хорошо проявит. То есть их попадание напрямую зависит от того результата, которого партия даст именно по их территории. Да, есть правило, что в первую очередь мандаты получают те кандидаты, которые включены в общую областную часть. Там, еще раз говорю, может быть от одного до трех кандидатов. Ну хорошо, чтобы нам до конца уже разобраться с тем, как будут выдвигаться кандидаты, что они в данный момент могут или не могут делать. По регламенту, вот кандидаты выдвинулись. В данный момент они еще пока официально не зарегистрированы. Документы их сейчас либо на этапе сбора подписей, либо на этапе проверки избирательной комиссии. Что в этот момент кандидаты партии могут или не могут делать? Могут ли они, например, встречаться со своими избирателями, вести агитационные какие-то встречи, расклеивать свои баннеры, размещать листовки, агитационные ролики? Ну, у нас существует несколько стадий, скажем так, у кандидата даже. Во-первых, для того, чтобы какие-то ограничения вообще были возложены на конкретного человека, либо на партию, человек должен стать кандидатом, как минимум уже выдвинутым. То есть это должно произойти либо для партийных, либо на конференции региональной, либо на съезде, либо в зависимости от того, как в уставе партии это предусмотрено. Для кандидата-одномандатника любые ограничения начинаются с момента, когда он приносит свои документы в окружную избирательную комиссию. Вот именно с этого момента он уже становится кандидатом, и только тогда. Ну, ограничений на самом деле много. Они связаны с агитацией, они связаны с тем образом, которым он существует в части использования служебного положения и так далее, и так далее. Значит, да, в настоящий момент, после того, как кандидаты у нас принимают решение о том, что они выдвигаются, ну, вполне логично, что следующая стадия – это убедить избирателя проголосовать именно за себя, за себя либо за партию. И тут уже идет речь о предвыборной агитации, о проведении различных массовых мероприятий и так далее. Вот традиционно закон у нас делит агитацию на два, я бы так сказал, этапа. Это агитация, ну, просто агитация выдвинутого кандидата. Было время в законодательстве, когда вообще у нас только зарегистрированные кандидаты могли заниматься агитацией. Ну, это было давно, до 2003 года. В настоящий момент у нас выдвинутый кандидат уже имеет право изготавливать листовки, развешивать баннеры традиционные, которые мы способны, да, значит. А другое ограничение… Встречаться с избирателями. Встречаться с избирателями, да. Но при этом агитация в СМИ у нас установлена происходит не ранее, чем за 28 дней до дня голосования. И на этих выборах у нас в СМИ, то есть традиционно ролики, дебаты и так далее, у нас все будет происходить с 11 августа. Понятно. То есть в данный момент уже работать можно со своим избирателем, но есть определенные границы. Ну, тут тоже нужно соблюсти процедуру. То есть мало того, что кандидата, допустим, по одномандатному округу выдвинула партия, или он решил пойти самовыдвижение. Он, соответственно, кандидат должен прийти в избирательную комиссию, подать определенный пакет документов на выдвижение, ему дается разрешение на открытие специального избирательного счета, он идет в сберегательный банк, открывает этот счет, на него поступают определенные денежные средства, и агитацию он ведет именно за счет этих денежных средств. То есть тут ограничения различные, как финансового характера, так и по времени, с которого они начали. Когда окончательно будет сформирован список всех кандидатов, как одномандатников, так и партийцев? Вот есть какая-то четкая дата, когда все будут понимать, кто будет баллотироваться? Да, конечно, она есть, она тоже не окончательная, то есть она окончательная, но не окончательная, я бы так сказал. Значит, объясню почему. Сроки у нас следующие. Значит, партии должны провести все свои мероприятия не позднее 20 июля. По выдвижению одномандатников даже на 5 дней раньше, не позднее 15. Это связано с тем, что кандидаты-одномандатники от партий должны еще принести документы в окружные избирательные комиссии. То есть до 20-го все партийные конференции и подача документов в избирательные комиссии разного уровня. Не позднее 25 июля подача документов на регистрацию. Вот это именно и будет последний день подачи, но у комиссии существует еще 10 дней на то, чтобы принять решение. То есть те партии, которые подадут в последний день, или те кандидаты 25 июля, соответственно, у комиссии будет 10 дней и последний срок принятия решений о их регистрации это 3 августа. Почему не окончательная? Потому что еще, это вот как мы для себя понимаем уже, но кандидаты могут согласиться с решениями комиссии о регистрации или об отказе в регистрации пойти в судебные органы. Там тоже уже, как у нас решит суд, кого-то может быть восстановит, кого-то наоборот. Кандидаты зачастую судятся между собой, не только оспаривают решение комиссии. Поэтому до дня голосования у нас возможность исключения из бюллетеня в судебных решений. Собственно, вы предопределили мой следующий вопрос. Есть ли действительно какие-то ограничения и сроки, когда кандидат может снять свою кандидатуру? То есть до окончания выборов практически. Сам нет. Это же все равно весь избирательный процесс очень формализованная вещь. То есть один срок обязательно привязан к другому. То есть вот смотрите, у нас получается 45 дней подачи документов, 10 дней у комиссии на то, чтобы проверить, принять решение о регистрации. Потом идут следующие процедуры, которые все так или иначе привязаны, идут одна за другой. То есть, допустим, мы жеребьевку со средствами массовой информации проводим, когда уже понятно, что все зарегистрированы. Бюллетени мы изготавливаем тоже, когда уже понятно количество кандидатов и количество партий, которые будут в них включены. Но всегда есть возможность того, что потом, если какая-то партия или какой-то кандидат будет нарушать законодательство, то их может снять суд, допустим, по заявлению другого кандидата или партии. Это, естественно, может произойти тоже в определенные сроки. И эти сроки, как вот то, о чем вы говорите, где кандидат может сняться сам, так и суд, они установлены в счетом того, что у комиссии все равно еще есть работа по вычеркиванию, допустим, ну, либо вообще вариант изготовления новых бюллетеней, либо элементарное вычеркивание кандидата из бюллетеня вручную. Практически в ручном режиме, как это было в последний выбор. Поэтому установлены следующие сроки, когда кандидат самостоятельно может снять свою кандидатуру. Это, значит, у нас может снять не позднее, чем за пять дней, это понедельник, неделя голосования. И по вынуждающим к тому обстоятельствам, в законе также сказано, по вынуждающим к тому обстоятельствам, может снять не позднее, чем за один день до дня голосования. И такие случаи бывали. Но законодательство определяет, что такие вынуждающие обстоятельства, тяжелая болезнь и так далее, это те обстоятельства, при которых уже, если он изберется, потом не сможет осуществлять деятельность. Илья Владимирович, ну еще один короткий вопрос. Мы все-таки говорим о том, что 9 сентября это единый день голосования. И для некоторых территорий это будет не только день, когда выбираются депутаты ЗАГСобрания, но еще и депутаты на местном уровне, органы власти муниципальные. В каких территориях 9 сентября будет вот таким концентрированным выборным днем? Значит, у нас получается, что кроме региональной избирательной кампании еще 165 муниципальных. Но это на настоящий момент. Они могут еще добавиться, что комиссии с сокращенными сроками могут еще назначить на 9 сентября. На настоящий момент 165 избирательных кампаний муниципальных. На уровне района я могу сказать, что у нас избирается один мэр района, это Куйтунский район. Избираются депутаты трех дум районов. Это Мамско-Чуйский, это Тулунский район и это Шелиховский район. Все остальные у нас выборы поселенческого уровня. 63 главы избираются. В 92 поселениях избираются у нас депутаты. Цифра красивая. Там 888 депутатов будет избираться. Но это то, что мы имеем на настоящий момент. В общем, повестка предстоит действительно насыщенная и на разных уровнях. Действительно предстоит много чего обдумать избирателям в выборе своих представителей, своей законной власти. Это значит, что у нас еще будут поводы с вами встречаться и разговаривать, обсуждать тематику, которая интересует в том числе наших избирателей не только по кандидатам, но и по их собственным правам, действиям, обязанностям и так далее. Так что увидимся. Спасибо, Илья Владимирович. Уважаемые телезрители, следующая программа «Право выбора» смотрите на Аисте 10 июля. И не забывайте, что у вас есть право знать, ведь право выбора определяет информированность. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова